Еду я во Францию, город Нант, высшая школа дерева. Специальность деревообработка, лесное хозяйство я закончила в Листехническом университете. В свое время не поехала, наверное, потому что не развита была данная система образования и сотрудничества с зарубежными вузами. Идея как таковой не возникала. Сейчас это развито, и я думаю, что поколение, которое сейчас заканчивает школы и техникумы, уже имеют больше возможностей поехать куда-либо уже с большими знаниями и мотивацией. В российские вузы советовала бы идти, но все-таки выбор остановиться на технических специальностях, потому что это сейчас развивается. Менеджмент уже достаточно развит, специалистов много, а технические специальности, специальности как инженер, технолог, они ценятся в Европе. То есть даже если он закончит наш вуз, российский, он будет специалистом, востребованным в России, в Свердловской области, а также он будет востребован с знанием хорошего языка за рубежом. Стоит, наверное, начать с английского языка, потому что он международный является, самый популярный. Затем язык страны, в которую едет, будь то Китай, Франция, это китайский, французский язык, английский обязательно. Документы – это, конечно, хороший аттестат в школе, если со школы начинать, и хорошая академическая справка, диплома в университете. И просто быть специалистом, не просто получать информацию, сдавать за что-то, как это сейчас у нас принято, да, у студентов современных, именно стараться быть специалистом, быть знающим человеком, вот специалист – очень широкое слово, знать и иметь возможность объяснить другим, чем ты занимаешься и развивать какие-то технологии у себя. Продолжение следует...